Удивительные события в Буратино здесь падают в обморок и теряют чемоданы. Это не творческий хаос, а новая постановка по мотивам рассказов Михаила Зощенко. За репетицией наблюдала и наша съемочная группа. Поезд неудачи прибывает на первый путь правой стороны. Будьте осторожны, не подходите к краю платформы. Это может быть опасно для жизни. Коварство или деньги? По какому из этих маршрутов отправиться и где найти лучшую жизнь? Этими вопросами задаются пятеро героев Михаила Зощенко из сборника «Голубая книга». На Магнитогорской сцене их свела молодой режиссер из Санкт-Петербурга Варвара Купырова. Зачастую Зощенко объединяют именно коммунальные квартиры. Это такая петербургская тема. Мы подумали, что в Магнитогорске это не очень понятно будет, но это не так наболело, как у петербургской публики. Поэтому мы решили подумать еще, где могут встретиться абсолютно разные персонажи. Решили, что это может быть действительно вокзал. Смешные и немного драматичные истории сбежавшей невесты, грузчика, буфетчицы, интеллигента и художника расскажут актеры театра, а также их неизменные помощники – куклы. Это синтез живого плана и, конечно же, кукол. Допустим, у меня, мой партнер, Володя Завитушкин – это кукла. Дальше идет, допустим, сцена художника с женой, которая его постоянно пилит, пилит. Это у нас муха, которая постепенно-постепенно разрастается из маленькой, все больше и больше, потом его поглощает. Вы меня нарочно на пляж берете! Пусть сначала голос погаснет, тогда поверю, что живой! Появление на сцене куклы – это очень важно. И чтобы ярче показать образ, наполнить мир спектакля большим количеством персонажей, потому что у нас много рассказов, много героев, мы используем кукол. Несмотря на это, спектакль рассчитан на взрослую аудиторию. Это комедия с оттенком драмы, в которой рассказана краткая история человеческих отношений. Так определил свое произведение сам звучник. Обычные проблемы обычных людей, необычные проблемы необычных людей. Поэтому, собственно, мне показалось, что это будет актуально, интересно, где-то весело, где-то трагично. Но это просто про людей, поэтому мне и захотелось это сделать. Работа началась в августе, сейчас уже готовится к премьере. Она состоится 3 ноября. Будьте осторожны, припасаны! Елена Решникова, Мария Клименко, Артур Кузенбаев, информационная служба, медиакруппа «ЗМАК».